Порядка тысячи брошенных многоэтажек Аргангельской области можно было бы восстановить и раздавать квартире нуждающимся, считают специалисты Управления энергетики и ЖКХ Акимат области. Заброшенными в регионе стоят целые микрорайоны. К примеру, в городе Сарань в микрорайоне РТИ насчитывается около 100 пустующих многоэтажек. Сколько стоит восстановить заброшенный дом, построенный больше 30 лет назад? Материал подготовила наша корреспондента из региона Вера Шеллер. Давайте посмотрим. Несколько заброшенных домов есть и в поселке Доске. Населенный пункт находится всего в 7 километрах от Караганды. Свои квартиры сельчане бросили еще в начале 90-х, когда начались проблемы с работой, электричеством и теплом. Пустующих домов в поселке Девять. Все они уже прошли техническую экспертизу и признаны пригодными для жилья. Юридическая очистка домов шла не один десяток лет. Совсем недавно здесь восстановили пятиэтажный дом, брошенный больше 30 лет назад. Потратили 200 миллионов тенге. По словам специалистов, это в разы дешевле, чем строить такое жилье с нуля. Между тем, в Карагандинском регионе брошенными сегодня стоят целые микрорайоны. Вот РТИ. Он находится возле завода резидентно-технических изделий. Завод как бы деятельность приостановил. Из-за этого микрорайон РТИ полностью жители как бы покинули свои дома. Вот в Абайе тоже были дома, шахтинские были дома, которые, когда шахты закрывались, отток людей был, и дома пустовали, и приходилось их останавливать. Но просто взять и восстановить брошенные дома тоже нельзя. В Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отмечают, прежде чем провести техническую экспертизу на пригодность жилья к восстановлению, необходимо оформить его в коммунальную собственность. Самое трудное нам юридическую очистку провести. Это самый долгий процесс. Представьте себе, 60 квартир, мы с 60 собственниками судимся. Если мы одного не находим, процесс затягивается. Мы не можем этому дому ничего сделать. По официальным данным, в очереди на жилье в области сегодня стоит около 34 тысяч жителей. За 9 месяцев этого года квартиры получили около 2000 семей. Как оказалось, не лучше ситуации с квартирами в новых домах. К примеру, этот дом построен больше пяти лет назад, а 96 квартир до сих пор пустуют. Зинула Аманбай в заветные квадратные метры здесь получил три года назад. Правда, пока только по документам. Кредит за жилье уже выплачен, а хозяин до сих пор не видел своей квартиры. Внутреннюю отделку в доме строители делают с 2017 года. Когда сдадут этот дом, уже четвертый год пошел. Без движения. Арендную квартиру только 11 этажами выше в этом же доме получила и многодетная мама Жулдыск-Курманбаева. В очереди на жилье стояла несколько лет. Сегодня в списке очередников ее фамилии нет. Вот только на деле женщина по-прежнему вынуждена снимать жилье. И списки нет у нас, и квартиры нет. Короче, если дальше снимаем, живем как-то. И не могут. Вот один подъезд. Это вообще смешно, честно сказать. Это вообще с 2013 года построено. В 2013 году построено вот этот дом. И именно вот эти начались, потом вот эти уже пошли. Вот получается с 2013 года не могут достроить два подъезда. За последнее время в регионе удалось восстановить только 8 пустующих домов. Еще 12 были признаны аварийными и демонтированы. Сегодня эти дома не законсервированы. Попасть внутрь может любой желающий всего по Карагандинской области. Таких домов насчитывается порядка 844, из которых около 300 находятся в аварийном состоянии. Вера Шиллер, Дмитрий Оборок, телеканал Атамикен Бизнес.